МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увязавшись за гран-туристами, мы почти забыли о нашем любимом месте, вот об этом броде, по которому мы уже ехали на Дефендере. Сейчас у нас совсем другая машина, не очень хорошо приспособленная для таких препятствий, но мы попробуем все-таки проехать здесь по броду. Два места есть критичных, это вот этот вот спуск. У нас очень большой задний свес, и мы можем здесь конкретно цепануть. Глубина брода не страшная, выход тоже вроде не очень. Но вот это единственное, если выводит правильную траекторию, может быть, нам и повезет. А так, конечно, красивое место. Ну, как видите, не так страшно, как казалось. Проходим довольно успешно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я куда-то больно в глубину пошел. Вот за дядей идти. Это точка нам знакома. В прошлом году мы тоже здесь были. Это памятник, который установлен десантником Свирской краснознаменной дивизии, которые прорвались здесь в 44-м году, летом 44-го года, и удерживали местечко, несмотря на многочисленные атаки немцев и финнов. Кроме того, здесь внизу есть очень интересный капонир. Здесь долговременно заглублена огневая точка для артиллерийского обстрела. Протом сектор обстрела направлен туда. Это странно, потому что говорят, что это место, вот эти дзоты строили финны. Странно, зачем финнам стрелять в свою сторону? В общем, неизвестно, кто на самом деле это построил. Да подлинно известно только то, что взорвали это наши. Там полтора метра железобетона. Никаким прямым попаданием. Это было не уничтожить, только взрывом изнутри. Ну и, в общем-то, обломки говорят именно об этом. Заодно мы решили починить нашу машинку. На выходе из брода зацепили порожком. Слегка его на кронштейнах подали назад. И на работе моста заднее колесо трет о заглушку трубы порожка. Мы зацепили лебедкой в машине наших друзей. И попробуем чуть-чуть его обратно сдвинуть. Именно лебедкой, поскольку можно будет сделать это аккуратно. Да, ну вот так значительно лучше. Конечно же, мы не выправили все это, как на специализированной станции технического обслуживания «Тойота». Но для полевых условий неплохо. Эх, жаль, у нас нет такой. «Тойота» Пока наши друзья отправились по точкам, мы решили приехать сразу на технический этап для гран-туризма, который представляет собой вот эти качели. Они же нужно заехать, найти момент равновесия и продержаться. Ну, хорошо бы пять секунд, чтобы получить зачет. Ну вот, как видите, на самом деле достаточно все просто. Пять секунд и зачет. После этого они имеют возможность отметить свои бонусные точки, скажем, броды или какие-то особые места, которые они проходили, двигаясь по маршруту и получить дополнительное время либо какие-то определенные бонусы. На Ладгем я во второй раз. В первый раз я ехал как штурман, тоже в гран-туризме. Мне очень понравилось. И я решил вот снарядить автомобиль, взять с собой штурмана и поехать во второй раз. В этот раз едется, ну, очень легко, мне кажется, очень хорошо. Но в первую очередь это за счет погоды. Нас несколько раз вот маршрут заводил на какие-то вершины, которые позволяли видеть вот окрестности там на 30-40 километров. Вокруг это завораживающее зрелище, очень красиво. Много интересных точек, много интересных мест, пещер, где до сих пор лежит снег и лед. Было несколько бродов очень интересных, очень таких больших, то есть прям как у глубоких, да, у настоящих джиперов. Мы их преодолели, даже лебедку не разматывали. Как вы понимаете, не смогли удержаться и мы от попытки покачаться на этих качельках. На Тойоте это будет, я думаю, несложно. Ну вот так, чтобы вот совершенно горизонтально не получилось. На самом деле самое сложное было удержать вот рвущуюся мощь мотора, потому что на первую пониженную здесь, конечно же, дергает так, что тормоза еле-еле уже держат. Ну, более или менее получилось. Ну вот, мы чуть не сломали и качели, к тому же. Ну что ж, с финишем у вас. Спасибо. Я так понимаю, что все, ну все. Но у вас, по крайней мере, довольные лица. Расскажите. У нас самое главное, у нас это первая Ладога. Мы идем в пятерки лидеров, то есть у нас все сушки. У нас дюнная гонка пройдена, в принципе, с нормальным временем. У нас ночное ориентирование мы прошли тоже нормально. И вот этот сейчас последний спецучасток, мы сейчас молились на то, чтобы у нас уложиться хавы. Подъем, все сидят, все сидят, и объездочка справа такая прям засадная-засадная. Никто не хотел ссоваться. Самая проходимая из всех. Машина устала. Нет, все. Машина устала, машина финишировала. Все, вейм-овер. Давай, давай. Вейм-овер. Давай. Вот как бывает. Техника ломается, железо не выдерживает. Люди выдерживают. Финишировав, Тойота отказалась заводиться. Но я думаю, что за ней страшно. Сейчас ее подернут и вытащат уже в лагерь. И в этом нужно сдавать стреки, нужно сдавать результаты. Ну и, в общем, ждать победного финала. Это потрясающе популярное место. Здесь огромная толпа журналистов. Сюда приезжают и зрители, сюда приезжают и участники, которые каким-то образом сошли с дистанции и уже не едут в гонки. Просто посмотреть. Тут на самом деле интересно. Причем вдвойне интересные. Вот там в 300 метрах финальное препятствие группы ТР-1 и Adventure, которые финишируют прямо здесь. А вот там, куда ушел экипаж ТР-3, довольно интересный участок для ТР-3 и для прототипов. Спускаясь по довольно крутому склону сюда, к броду, спортсмены, а здесь в основном идут сейчас прототипы и АТВ старших классов, попадают в брод. Он не глубокий, но спуск, практически вертикальная стенка высотой метр-тридцать. Некоторые обходят чуть-чуть левее, там чуть положе, но там немножко глубже. Им приходится проходить по ручью и выходить здесь, вот по этому раскатанному подъему. И они попадают дальше в болотину, которую даже прототипы проходят с трудом. Сюда, со склонок, на которые еще предстоит выбраться спортсменам, стекают ручьяки. Некоторые видно, некоторые образуют такие болотины. А из этих болотин вот такие вот, как бы назвать, даже не знаю, грязевые ванны. Под ним есть два способа движения, либо на лебедке, либо с разбону. Если есть разгон, то вот журналистам можно забрызгнуть с головы до ног. Но зато эффектно. Участок довольно сложный, хотя кажется небольшим. Некоторым удается пройти его быстро, но большинство все-таки тратят довольно много времени на то, чтобы преодолеть этот вот грязевой такой вот пятачок. АТВ-шники, в отличие от внедорожников, по крайней мере, имеют возможность выбрать какой-то путь свой. Они могут здесь проехать мимо, вот так вот, мимо деревьев, где-то обогнут, где-то протиснутся. Большие машины, они вынуждены лететь буквально по двум путям. Вот чуть дальше, впереди передо мной и чуть-чуть ближе ко мне. Все, у них возможностей для объезда нет. Зато квадроциклы, как видите, используют любую щелочку, любую возможность, чтобы как-то обойти соперника, это быстрее пройти этот участок. Лидерами в категориях «Прото» и «Тель-3» всегда были спортсмены с северо-запада, я имею в виду «Прибалтов» и «Финных». На нынешней ладоге экипажи из Финляндии вновь составили костяк самых подготовленных категорий. Причем они ехали не только на привычных атлетах, но и на основательно переделанных армейских микроавтобусах «Вольвар Ц-303», которые попадались там не только на спецучастках, но и во время стоянок в лагере «Финных». «Финных» Ну вот и все. Мы мокрые, грязные. По-своему счастливые и, конечно же, немножко грустные. Ладога заканчивается. Но заканчивается 15-я Ладога, за ней будет 16-я, 17-я, 18-я и так далее. И мы, конечно же, обязательно приедем сюда еще раз. Пускай все те же места, все знакомо, но всегда все это по-новому, всегда это интересно, всегда красиво. Сегодня новичков тех, кто первый раз приехал на Ладога трофе, ждет посвящение. Жил большой праздник, финал, финальный костер, единственный разрешенный костер на Ладоге. Уже известный победитель. В принципе, разрыв между лидерами и отстающими такой большой, что очевидно, кто победил. Но что интересно, даже тот, кто занял 9-е место, говорит, что я попал в 10-ку. А тот, кто занял 18-е, говорит, я попал в 20-ку. На самом деле здесь действительно не важен результат, важно участие, важно прорваться через все это, преодолеть себя, свою технику. Вот эту вот окружающую среду, которая нас иногда радует, иногда очень сильно огорчает. А нам, увы, нам пора домой, но в следующем году встретимся здесь, на точке F4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА